Да, она перехватывает лидерство. Уж не знаю с каким запасом, может быть в горе ее немножко и помучила эта боль преодоления. Но мы видим перед собой нового лидера этой гонки и с очень высокой степенью вероятности победительницу сегодняшних соревнований. Габи выиграла в поклюке 14 декабря. Это было большим прорывом для нее. И вот сейчас все те же 17 секунд она не отдала ни пяти снега, ни Хенкель, ни Гёстер. Вот это финал для Габи. Бешеная гонка, спринт. Всегда, всегда очень сложно оказаться в нужный момент на всех отсечках. Для того, чтобы никого не упустить. И сейчас довольно мало на экране присутствует Вита Семеренко. После двух огневых рубежей она заезжала на один все-таки штрафной круг и замкнула на тот момент пятерку сильнейших. Но от Мири, допустим, она отставала на шесть секунд. Поэтому бороться можно. Обратите внимание на разрывы и согласитесь с тем, что гонка преследования будет той-ой-ой каким зрелищем, которое никого не оставит равнодушным. Андрея Мали. Ну, как-то вот у нас дуэт Андрея Мали и Тея Грегори, присутствующие постоянно на экране во время сочинского этапа. Перебирается и в Ханты-Мансис благополучно. Стрельба бесперспективная. И, в общем-то, даже и в этой группе она не самый серьезный претендент на что-то там высокое. Кто еще из сильных в этой группе? Ну, Гвыздонь, во-первых, у которой не очень покатило. Во-вторых, любопытно отслеживать и Захенбахер, но она не дает большого информационного повода. И поэтому любопытно-то любопытно, но неудобно, потому что постоянно надо прыгать вверх-вниз. Кузьмина нашла определенный средний ритм. Его она и держит, но это уже бег в направлении гонки-преследования. Эта гонка для Кузьминой уже не призовая. Хоть это терпит до конца победительница спринта 2010 года в Soldier Hollow. Ну, что ж, Гвыздонь. Эх! Бросает эти 150 метров себе отнюдь не в копилку. В принципе, работала очень раскованно, очень свободно, раскрепощенно и качественно. Вплоть до самого рокового в этом плане мгновения. Рокового для золотых шансов. Ну, или не для золотых, по ходу золота. По ходу, я имею в виду, по ногам. Ей не грозило, но призовое место замаячило. В перспективе, к сожалению, Гвыздонь откатывается. Хониш у них, кстати говоря, в самой последней группе, чуть ли не предпоследним номером стартует. Так, Кузьмина еще пять секунд отыграла. И опередила Кайсу Макарайна при аналогичной стрельбе. Ну, я уже говорил, что Кайсу немножко все-таки опускает руки, когда у нее поздние ошибки вот так вот сериями случаются. В этом году ее как-то сразу совсем это убивает морально. А Хониш 83-я из 85 участниц. Хониш, которая может при идеальном раскладе для себя стать призером крупных соревнований. В чем мы убедились не далее, как в масс-старте на чемпионате мира. Но там все-таки было все другое. Хотя неплохую форму демонстрировала эта 21-летняя польская спортсменка. Так что ее стоит подождать. Ее прохождение, уж по крайней мере первых ее отсечек. Да, какая-то непричесанность и несобранность гонки в исполнении нескольких сильных спортсменок все-таки наблюдается. Элитных спортсменок, которые не совсем вытягивают на свой привычный элитный уровень. Вид у Семиренко ведут к финишу. Но Вита теряла на последнем круге темп. И как-то на ровном месте фактически отхватила секунд 5-7. Которое уже теперь компенсировать не получается. И несмотря на только один заезд на штрафной круг, лучшая на данный момент из Украины борется только за место в десятке сильнейших. Седьмая позиция, которая у нее была на отсечке за 700 метров до финишной черты. Не предел мечтаний, конечно, для Виты. Чей сезон в то же время не пострадал в целом. Естественно, от этого, да и потом преследование. Желаем ей отыграться в нем. Потому что разрыв сейчас все-таки не такой большой. И есть за что бороться. Десятое в генерале. В спринте 11-я позиция перед этим заключительным стартом. И заключительным, как следствие, начислением очков. Но бронза спринта на чемпионате мира в сочетании с эстафетной медалью доставляет забыть обо всем остальном. Франци Хилдебранд. На своем уровне бежит. И на своем уровне стреляет. Даже несмотря на морозные шероховатости. В работе оружия. Борьба за места в двадцатке сильнейших. Прорывов из этих номеров мы пока не наблюдаем. Пытливо вглядываемся мы в статистику по отсечкам. Надеюсь там увидеть кого-нибудь еще из достаточно длинного заявочного списка российской команды. Ну вот Хойниш по праву призера чемпионата мира и по праву открытия этого сезона. Естественно в кадр попадает. И собственно вот теперь нам придется ее по всем отсечкам и вести. Потому что каких-то других претенденток на призовые места. Увы не наблюдается. Берем разгон. Видим Юрлова показывала тридцать третий график. Тридцать четвертый показывала... Нет, это второй круг уже. Но тем не менее просвет там весьма неотыгрываемый. Глазырина с штрафным кругом проходила к этому отрезку. В общем все остальные россиянки потянуться не сумели. У Екатерины Юрьевой, которая уже вработалась в ритм Кубка мира к сегодняшнему дню. Хотя появилась в нем заново совсем недавно. Уже третий этап подряд бежит. И в спринтерских состязаниях прогресс был очевиден. Тридцать пятое место у Отлана. Четырнадцатое в Сочинском высокогорье. Были вопросы, касавшиеся того, пойдет Слепцова или нет. Но после Сочи, после тех очень трудных критических моментов на той трассе, во многом для нее не сразу объяснимых. То есть требуется анализ. Слепцова на своем родном снегу сегодня не бежит, как вы видите по стартовому протоколу. Надин Хершлер при идеальной стрельбе. Ход весьма скромный. Ну что ж, пока практически полная ясность в этой гонке. За исключением такого полупрозрачного знака вопроса напротив фамилии Хониш. И тут абсолютно все в этом плане совпадают. Если кого везти, так и ее. Вейсдень приближается к финишу. Показывает достойный, но привычный для себя результат. Габриэла Сукалова в этом году. Ну вот обратите внимание, что все-таки у нее такие не импульсивные, согласитесь, успехи. То есть она к ним приближается постепенно. У нее есть и вполне объяснимые спады. И по поводу этих спадов, кстати говоря, никакой истерики нет. Ну это понятно, опять же, потому что истерики вокруг биатлона в принципе в Чехии нет. Но есть сейчас большая любовь и увлеченность после этого чемпионата мира, который был триумфальным. Но соответственно она спокойно воспринимает и свои взлеты, и свои оседания, если можно так сказать. Первое призовое место в смешанной эстафете сначала, потом на следующем этапе никаких призов. Еще через этап первая победа и первое серебро. Юлия Джима отрабатывает под ноль и все более и более привычно это в исполнении юной украинской спортсменки, которая еще совсем недавно была стажером сборной. Ну а на сегодняшний день уже может похвастать целой коллекцией наград, включая серебро мировой эстафеты. Да и, в общем-то, кубковый, совсем недавно прошедший. Скорость это та область, в которой еще нужно работать, и есть что подтягивать за Хенбахер. Ну, для бывшей лыжницы не так быстро, как хотелось бы, наверное, все же. Но в целом Иви, такое ощущение, ну, Иви, опять же, в Южной Германии, в Австрии ее так называют, как-то это приклеилось, называют и Эви. Так, Сестренка пониже, чем Вита. Сегодня минута 30, в то же время для преследования это вот где-то тот самый рубеж, с которого все еще можно многое догнать, если получилось в следующей гонке все идеально. Да, гонка следующая будет очень увлекательной. И можно только посочувствовать Вилухиной. Честно говоря, ей бы бронза бы сегодня пришлась бы как нельзя. Кстати, как и всей команде в целом, как и болельщикам. Продолжает смеркаться, вовсю уже разгораются прожектора. Гонка вступает в завершающую стадию. Любуются этой гонкой в исполнении Габриэла Сукаловой. Действительно, сегодня получились безукоризненные соревнования по всем показателям. Габриэла, у которой в этом году были те спорты.